Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Deo Matisse 2011 года выпуска двигатель 0.8 механика заменю на нем сегодня сальники на двигателе распредвала и коленвала какой-то из них, а то может быть и оба бегут и бегут очень хорошо так как бежит масло, еще попутно заменю и ремень горы ну и натяжной роли для этого поднимаю автомобиль снимаю правое колесо и снимаем походу, что там нужно подушку, крышки, это будет видно вот такая вот снизу течь масла вся защита в масле и весь вся крышка ремня ГРМ тоже все в масле, раскидывает на генератор снимаю колесо снимаю вот эту боковую защиту пыльник и снимаю защиту нижнюю снимаю вот этот пыльник гайка с боку и гайка сверху головка на 10 траверсу вот эту не нужно снимать но я ее сниму заодно ее немножко сполосну скидываю после этого ремень который у нас идет на генератор приводной здесь только один ремень гидроусилителя нет на автомобиле вот так вот тут все в масле еще поддон снимали понавешали соплей даже не обтерли как бы еще сам поддон не бежал но судя по всему это все-таки не поддон потому что сзади он весь сухой а вот спереди но это из-под крышки видно, что тянет снимаю сзади лючок на коленвале вот здесь вот крышечка лючок двумя болтами М10 М6 головка на 10 крепится фиксирую коленвал отверткой беру большую отвертку и против откручивания вращения вот здесь вставляю между маховиком и блоком одеваю головку головка на 17 о а он даже и не затянут а он даже и не затянут ремень тоже слабый даже генератор можно не ослаблять но потом я все равно буду натягивать нижние болты на 12 ослабляю оба 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 не затянут и этот не затянут шкиф шкиф вместе с ремнем стягивает ремень слабый шкиф сошел спокойно да бегут сальники там все все отмыто внутри маслом но помимо этого еще шкиф об крышку терся откручиваю трубку щупа болтик головка на 10 трубку затянули не открутить поднимаю трубку щупа вместе с щупом вверх и откручиваю болты крепения нижней крышки здесь их всего два два Ну, пока снизу все. Откручиваю только вот эту гайку, головка на 14, опоры двигателя, опору я сниму, чтобы удобнее сверху было работать. Опускаю автомобиль и разбираем сверху. Сниму шланг. Сниму расширительный бачок. Полностью его снимать не буду, в сторону вот так вот отведу для удобства. И откручиваю четыре болта крепления верхней крышки и ослабится до конца нижняя. А там уже посмотрим, здесь гидроусилителя нет, возможно даже кронштейн подушки и не нужно будет снимать. Вот так справимся. Вот так вот. Все в масле. Это нижняя крышка тоже вся в масле и здесь какой-то мусор интересный. Вроде выставил по метке. Сейчас подниму, перепроверю. Также поставлю свою метку. Потом перепроверю и внизу по коленвала тоже поставлю метку. Сейчас поднимаю. Оставлю болт распредвала. Оставлю болт распредвала. Теперь ослабляю ролик. Ремень маркировка свежая, его меняли не так давно. Но почему не заменили сальники, вот это непонятно. Бошевский ремень стоит. Ремень маркировка свежая. Ремень маркировка свежая, его мысляем. Ремень маркировка свежая. Ремень маркировка свежая. Ну да, ремень меняли недавно, сальник коленвала, мы его заменим. Все подтеки основные получаются с сальника, поддевая сальник, вытаскивая его. Вот он сальник, а он задубил, он задубил, я его нажимаю, он лопается, вот лопнул. Менять ремень, может быть на тот момент, когда меняли, он не бежал, хотя лучше всего его заменить сразу вместе. Посадочное протираю, надо было помыть на старом сальнике, а не торопиться его снимать. Протираю посадочное, ставлю новый сальник, снимаю вверху вот эту железную крышку вместе с шестерней и здесь, что смогу, примерно помою. Срежу я вот эту некрасивую картину, не нравится она мне, как она все здесь висит. Вот я, может быть, я буду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В принципе он от руки идет неплохо. Беру оправочку и додавливаю его ровно. Даже и стучать не нужно. Все. Сальник сидит на месте. Теперь я воткну на место трубку щупа. Сейчас буду мыть, чтобы у меня через это отверстие грязь в поддон не летела. Ну и беру очиститель карбюратора. Пусть маленько покиснет. Опускаю и меняю верхний сальник. Болт не откручивается. На герметике стоит еще на родном. Хотя нет, это не родной герметик. Уже садили его. Так, снимаем пластину. И что мы видим? И мы видим, что наш сальник сухой. Похоже мокнет прокладка клапанной крышки. Я ее тоже заменил. Тогда вся проблема только с сальника коленвала могла быть. Потому что по блоку здесь все сухо, по голове сухо. С клапанной крышки таких подтеков нет, она только потеет. Этот сальник у нас, как видно, здесь не бежал так сильно, чтобы вот эти были подтеки масла. И кромка сальника, она мягкая. И по сальнику видно, его ставили новый. Он новый стоит сальник. Да, сальник новый, он даже не потел вообще. Я не буду его трогать, я его оставлю на месте. Здесь он тоже видно все сухо. Ну а что, остается только сальник коленвала, который мы заменили сейчас. Мою снизу и начинаем собирать. Помыл снизу, помыл крышки. Устанавливаюсь на место, собираем. Затягиваем. Ставлю шкив. Ремень буду использовать фирмы Гейтс. 54-34-XS. Номер его. Так, а ролик будем использовать фирмы GMB. GT-30010. Вот такой вот ролик. Меткин. Меткин ремень со старого ремня перенес, который я делал. Когда установлю, перепроверю. Ставлю на место ролик. Геткинels. Ремень. Осы ты машинкан. П Mohоли. Кипен welберов. Легко вы� shove в петлю. ставлю на место шкив проверяем чтобы шпонка у нас не соскочила когда устанавливаем шпонка стоит на месте все здесь ремень по моей метке стоит и также шкив коленвала вот на точка на самом шкиву а сверху отлив на маслонасосе стрелочка под зубом ремня вот видно ее здесь пометки стоит и также здесь сверху если сейчас моя моя метка тоже стоит по метке вот отлив на эту точку вот краской покрашена синий тоже стоит по метке при этом ролик я еще не отпускал натяжной все теперь можно ролик отпускать пускай ролик и немножко проворачиваем либо коленвал либо распредвал но я даже проворачивать не буду я немножко возьму отверткой подожму ролик и зажму его не сильно все ремень у нас стоит нормально закрываю нижнюю крышку наживляю болты болты я наживил но я пока не подтягиваю ставлю затягиваем болты распредвала вот так вот вот так вот вот так вот и устанавливаю крышку на место здесь крышка на крышку заходит аккуратно ее заводим и наживляем болты я затянул теперь можно поставить на место бачок и и и и и поднимаю и собираем снизу затягиваю эти два болта я их наживлял только и можно установить на место трубку щупа на трубку я поставил новое колечко но помимо этого я еще и герметиком его смажу хотя встает вроде плотно но смажу немножко помазал герметиком так и и и закрепил болтом одевая шкив коленвала на шпонку оделся ремешок сразу одену с репешком на мешок я тоже поставлю новый фирмы банда размер 3 пк 665 брызгата 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 Генератор сверху подтяну. Затяну нижние болты потом, одеваю головку с воротком и фиксирую коленвал отвертки, вот отсюда так лучше будет видно. И затягиваю. Все. Ставим на место пыльник и закручиваем оба болта которые его крепят. Все затянул, ну а теперь опущу заведу и дам поработать какое-то время посмотреть. Перед тем как завести закручу гайку на подушку снизу. Думал что подушку снимать надо будет, нет обошел так. Генератор я подтянул немножко. Ремешок и болты снизу подтянул, они были ослаблены. Уровень масла у нас минимум. Затем запускает. Затем запускает. Затем запускает. Пусть работает, я подниму, хочу посмотреть под шпилом. Будет мокнуть или нет. Автомобиль проработал где-то 40 минут. Двигатель уже даже масло горячее. Свежих подпеков масла я не вижу, ничего нет. Генератор я мыть не стал уже от масла. Ставлю на место траверсу, закрываю пыльник и на этом все. Поменял я только один сальник. Сальник коленвала. Ну и попутно ремень с роликом, это уже так. На этом все. Всего вам доброго.